Итак, начинается у нас финал Венеров. В нем неожиданно для меня сошлись Чейн, который обыграл Сайфера в полуфинале. Ну и насчет Рейзи я бы не сказал, что это прям неожиданно. Он обыграл Киллсона, хотя Киллсон нынче прям сильно жесткий. В лиге, по-моему, он там повыше идет, но это не точно. Надо вспоминать. Много лиг, много матчей в лиге, можно все запутать в голове уже. Но то, что Киллсон в топ-форме, тем не менее, Рейзи его прошел, и сейчас он в финале Венеров. 2-1 там был счет, этот матч у нас, к сожалению, на стриме не был в полной мере. Хотя такие матчи, конечно, пропускать нельзя. Давайте смотреть, клатч на Рейзи уже интересно. Давайте прям не буду поф менять. Вот уже на нем камерка осталась. Ребят, ну, не так часто клатч. Плюс, я думаю, Рейзи в этом матче фаворит, опять же, с учетом того, что он на клатче. Посмотрим, вот, чем руководствуется Большая Белая Акула, попав в глубокое синем море. Больно. О, как отпустил, как простил. Ну, тут же вылетает и по голове больно ударил ракетой. Мега чуть раньше, но там второй девайс одновременный. Кстати, уходит с Меги Рейзи. Интересно было. Интересное решение. Мега до сих пор лежит. Вот только сейчас все подобрал чейн. При этом тайминга у Рейзи на нее нет, он не слышал. Вижу сообщение в чате показать пинге. Сейчас, ребята, покажу. А, пинге 85 чейн, 53 рейзи. В первом хэвиа. Рейзи, у Рейзи все сейчас смешалось. Он не понимает, как у девайс лучше первым идти. Так, сейчас ракета никуда была. Очень жестко сейчас чайник встретил его. Ну, какой жесткий. Так, щит есть. Пока у Рейзи все максимально неплохо. Можешь сейчас нажимать там. Нет, чайник сориентировался максимально быстро. Понял, что пахнет жареным. А Билочка впустую. Правда, чейн тоже свой потратил. Но он ее с пользой. Размена на 100. Вот чейн 100 ноль. А вот сейчас хорошо. У Рейзи проблемки. Рейла не держит. Аптеки нету. И надо уходить. Сейчас все то, что девайс одновременно в пользу Рейзи это играет. Битва, кстати, сейчас была за часы легендарная. Каждый хотел часики нижние подобрать. Чейн чуть раньше успел. Ну и пока разошлись. Сейчас Рейзи может затеймить мегу. Нет, опять не слышал. И стоит, ждет. Просто соперник, да. Держит центр, слушает. Пытается понять, что будет делать. Дальше чейн, чтобы его где-то подловить. Тем более щит наготове. Слышит, слышит, слышит. Бум. Ну, видимо, думал, что будет там оборонять чейн. Опа-опа, сейчас мы быстрее встретимся. Нет, не встретиться. Разве чайник? Рейзи. Как Рейзи мимо аптеки, конечно, летать на этом калача. Это удивительно. Ну, очень быстро. Установил стэк. Прикольно, кстати, звуковые эффекты. Прямо у калача этого. Ой-ой-ой-ой-ой. Чайник прям очень жесткий. Малый, на самом деле. Здравствуйте. 80 хп. 50. 60. И... Шога прям вот сколько там можно было попасть. Такая ситуация. Единственная пушка стартовая. Шога. Тут же фраг Рейзи отквитал. Конечно, когда на тебя так клачь налетает. Нервишки могут. Барахнуть хороший штраф. И не падает на хэви. Ну, у него нет шарта. Там тяжело штрафовать роль свою, если только. И пойдет за шатом, я думаю. Да. Слышит соперника. Не будет сразу брать девайс. Скорее всего, будет пытаться спать где соперник. Отпускай этого на хэви. Самому, конечно, арморчик подъезд. Так. Подловчик будет? Нет. Нет. В портал ушел чейн. Рейзи пошел. Сам что-то скушать. Просто поменяли сейчас позициями. Теперь чейн держит центр. Рейзи отошел к хэвику. Ну, миги. Ему хватает и предыдущий пока вот армору. Можно подъезд. На хэви позиция посложнее уходить с нее потом. Можно штрафы получить. А может быть, Рейзи и не спешит в принципе. Сейчас по счету играет. Так, сейчас будет подлов. Сейчас полетит сверка. Ой, как хорошо. Как хорошо. Но там, по идее, не уйдет чейн. Да, здесь просто вот это вот шога его. Это реально фаталити. Увереные 4-1 пока что. Просто клач настолько жесткий. А сейчас еще, может быть, совсем жесть. Сейчас, конечно, Рейзи очень рисковал, забив на мега. Ребят, ну здесь просто ноу-чанс. Просто ноу-чанс. Настолько этот клач душит. Нормально сейчас чейн попал. Но это 7-1 на седьмой минуте. И, в общем-то, уже не столь важно, что он там попал. И здесь еще и Рейзи классный. От Рейзи. Да, больно. Больно досрочно. 6 минут всего лишь отыграли. И пошла вторая карта. Вайлфнат. Сегодня у нас, на самом деле, прям карта дня, я считаю. По-моему, в каждом матче, что мы наблюдаем, эта карта играется. При том, что не все ее любят. Все-таки сложная, сложная вайл. Но приносит ситуациях там реально. Тяжело отъесться. Нормальный пушик набрать. Ребята, еще раз напомню. Кто только подошел, может быть. Квейк про Лига будет в субботу. В этот раз. То бишь, завтра. А не в воскресенье. Перенесли ее на день раньше. И давайте смотреть матч. Здесь я включу уже не только вид. С глаз Рейзи. Хотя с него мы начинаем. На того, кто будет делать фраги. Сразу Мегу задерживает. Сильно причем. Причем прямо очень сильно. На фактически 15 секунд. Но сейчас уже надо брать. Иначе будет потом неудобно. Бегать между девайсами. И на хэви позиции занимать. Спалил себя в зал. Сейчас будет подлов. Нет, не идет в портал. Чейн услышал Рейзи. Хэви. Просто курсу нам его схватил. Понимаю, что там надо максимально быстро это делать. Оставаться. И обратно. Обратно на Мегу. Ну и сейчас будет атака. По идее. Ну, Ральсапа, конечно, здесь. Тем еще была. Ой, как сейчас Чейн перестрелял. Все ракеты заглотил Рейзи. И сейчас уже контроль девайсов будет не в его пользу. Возможно. Сейчас все это вернется к Чейну обратно. Все девайсы. Так, пишу. Проверить пинги. Сейчас. Давайте сейчас. 175 Чейн. 132. Ой, нет. 23 Чейн. 132 Рейзи. Туда посмотрел. Здесь у нас чайника поджарили нормально. Он может сам себя потушить. И на тоненького было ОКП. Размен в чью пользу. Я думал, сейчас он его убьет. Это просто была бы жесть. Потому что там по пушкам, конечно, было тотальное преимущество у Чейна. Так, Рейзи сейчас может подгореть. На самом деле, судя по тому, как он играет сейчас. Так еще раз пинги. Ну, как бы у Рейзи повыше, да? Сейчас разойдутся. Я уже успел забыть после этого момента. Каких пинг играет? Хорошо. Еще и сбросил вниз. Еще и обилочку пришлось потратить. Сейчас будет еще один подлов. И Рокки Джампик. Рокки Джампик. Рокки Джампик. Нет. Ну, это риск, конечно, жесткий. Но риск делать благородный, на самом деле. Хорошая ракета. Там еще одна минусы. Джиглец, спасибо тебе. На здоровье смотри. Кайфуй. Ребята, опять один. Чайничек в порядке полном. Вот еще раз пинги. 23 на 132. Ребята, берите пример с уважаемым человеком. Поддерживай со страшной силой. Ну, в принципе, в счетом, опять же, пинга. Возможно, там Рейзи тоже не особо пуляется за 120-кой. Не думаю, что он прям часто или много матчей успел наиграть. Но я думаю, перед про лиги-то они напуляют, конечно же, перед финалами. Которую, напомню, через сколько? Получается, ровно 3 недели осталось до финалов. Но сейчас чувствую, что чайник прямо в своей тарелке. Ох, как сбросил! 90 хп на Рейл. Нет денег, поэтому Чин уходит, уходит. Но он понимает, что Рейзи тоже свалился. Услышал его по аптекам и не наказал. Причем, сколько вот там хп у Рейзи? Рейл бы он держал или нет? Ну, там непонятно, да, по индикатору. Именно даже со взятым хэви. Если бы еще и попал до хэви, это был бы вообще GG, я считаю. Ну, опять же, все эти вот эти заминочки, да, там. Ну, не сделал фраг, но пошел, отъелся. Все, сейчас пользую Чин, опять один. Ну, это прям не приговор, но неплохой преимущество. О-о-о-о, какая боль. Что ты не попадаешь в эти рылы-то? Они вроде такие легкие, но там его швырнуло немного. Поэтому, конечно, не входил это в планы. Сейчас могут, кстати, поменяться ситуациями. Чин уходит к Рейзи, ему надо ее пополнить. Часы не стал брать, не стал себе гриб второй формить. Все же пытается на каком-то девайсе отстояться. Ой, как ракета не залетела. Первая. Смотрите, Рейзи не берет девайсы. Он пытается лишить Чин их. Ну, хотя бы, хотя бы штрафануть. В идеале два девайса украсть, но там без шансов. Тайминг слишком близкий у Миги Хэви, поэтому все не съесть. Что-то давно мы фраги не видели. Вот сейчас может быть. Возьмет, 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 возьмет. На 9 хп. Очень важный фраг 6-1. Это прям солидный преимущество. Скорее всего, Рейзи его убьет. Здесь просто деваться уже некуда. Нормально, еще и ракеткой попал. Там нет хп! У Рейзи вообще, вы посмотрите, как в нем мало. Он там рокеджампился, в принципе, еще. Как Чайник сейчас спался? Ну, ребят, вообще обычно оттуда уже не выходят живыми. Чин просто красава. Просто врубил Чин матча против Сайфера. Хотя на 1 против Клача разлетелся в хлам. Напомню, третья решающая карта по идее будет на европейском же сервере. Чин будет с высоким пингом играть. Но, как бы, до этого надо еще дожить. Опа! Халявка! Опа! Халявка прилетела! Ооо, нормально. Там 2 хп осталось! Это просто жесть! Это просто жесть, как сейчас Рейзи выжил, но что там у Чин Ну, он заспанился. Хэви нет еще. Я думаю, там хэви уже лежит. Но он просто на позиции хорошей. Что? Этот, руки-джамп от стены. Фирменная фича. И спрятый с огнем можно... Так, огонь не совсем удачный получился. О, обоим очень плохо. Прямо очень плохо. Прямо очень плохо. Три болт! Как его не убил? Да что такое? Ты что, Рейзи? Ты должен был с шугой закрывать. Как ты это умеешь делать? Не ту пушку врубил. Я вам говорю, Чейн, он просто такие действия принимает, которые реально, порой не ожидаешь. 7-2-3 минуты. Это 1-1, скорее всего. Здесь нереально сложно будет отыграть. На Уэлле можно побегать. Конечно, здесь камбэков было тоже много. Но пока этим даже не пахнет. Пока Чейн очень хорошо держит позицию. А вот ему поджали. Как, кстати, Галинка против ДК вам, ребята? Только ей подпалили. А вот сейчас боль. А вот сейчас боль и боль. Вот это была уже, мне кажется, финишная ракетка. Лангу джиджи через один фраг. Хотя Рейзи обычно до пули до конца. Но это не точно. Нормально там на пехоле. Да, вот я тоже пролетел, но ума еще контролечка, ума еще контролечка и минус Рейзи. Да, да, банк. Ну, вы все вы пони да но он голову через фраг и 11 у нас мне кажется кое завис но это не точно нет не зависит пусть его надеюсь квейк живи пожалуйста блин твою мать интересно не это увидят будет обидно что случилось матч идет они перезапустили все-все-все распоряжался бы бывали бывали мне кажется у рейзи есть некое преимущество все-таки строк против анарки по скорости плюс мест одинаково но строк имеет огромное подспорим в виде летающего помощника ну и пинге 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 сам ваш быстро посмотреть пинге значит 90 чейн 50 рейзи вот еще раз ребята смотрите внимательно начинаем мы за чейна и пошла третья карта решающая за выход супер финал соответственно кто из проиграет минимум топ-3 турнира турнир напомню у нас имеет призовой в более 1000 долларов уже и пока чейна плоховато но шприц он не тратит ты нормально сейчас разминулись чей понял что там жарену попахивает просто не стал сразу этот полтос брать оббежал кружочек крюкодал и просто сейчас бегают вокруг да около а как там ракетка не задела голову ну чейн просто контролил взятие соперниками хэби так как девайс одновременно практически пока что появляются спокойно дошел за алмегу мига конечно анарки менее интересно то что у него есть переносная хэви в данном случае важнее но хэви не пускают третий решающий понятное дело что сейчас будет максимально стратежная игра до определенный момент к этому фраги и пойдут но и по опять же все то же самое и не будет делать чейн гневу задерживать понимая что для него это как бы сейчас в плюс если он не задержит и вдруг рейзи его убьет все чейн больше фрага не сделает потому что у рейс будет полный контроль и анарки не перебивать просто не перебьет поэтому чем сейчас максимально выгодно именно одновременно забирать чтобы рейзи не мог этот контроль самый получить даже если фрага не будет все равно один раз неудачно постреляться и ты карту теряешь банки кто из них пьяный угадайте ребята в чате вы там это поспокойнее пожалуйста матч ведь не бесконечная банить я люблю так сейчас минус чейн по идее да здесь шприц не помогает достаточно толстым сейчас остается рейзи настолько он быстро что мимо полтоса пролетает там вообще нет хп надо в портал влетать добиваешь даже рейзи ошибается он просто зацепился какой-то уголочек но правда дальше там все равно фраг сделан потому что в реале чейн уже деваться было просто никуда ну и ученик прям сверх проблема ну опять же какой-то девайсом все равно пока еще может контролить но 20 уже серьезно преимущество против такого игрока in просто к чемпиона еще и когда хорошо куда рейзи улетел в другом месте обилку включал или мне показалось или уже меня лагает хорошо кстати чайник подловил 5 кп осталось и сделать фраг лежат девайсы где спаун где спаун спаун нет не успеет не успеет чейн на хэвер тогда было просто кожным падать и вылетать чуть раньше но в принципе максимально все сделал быстро видим уже никак там реально был не успеть но и фраг ответал ну и пока то надо как говорится перевести дух причем чаще нормально нормально можно попробовать протоковать правда там ошибочно на самом деле впечатление что рейзи никакой хотя но напихали ему хорошо 170 получилась хорошо полтос дальний по идее лежит кстати можно вас есть попробовать влететь сейчас чейн по идее должен понимать что рейзи максимум 50 армора пока не появились девайс потому что все полтосы он съел а до этого попал он очень много что руки нет пошел пошел через джампад него здесь не забрать услышал как брали но хэви для него сейчас плюс что он начал хэви контролить при этом он опять же понимает что рейзи 50 армора но сейчас ему тяжелее будет конечно удержать боль боль как сожгли как сожгли какой тостер рейзи остался но здесь я думаю уже пинг свою роль сыграл потому что видно что чейн промо стреливался с большим трудом а рейзи вбрился и там налетела очень очень хорошо 31 нормально только там тренировки по дифрагу вот сейчас та ситуация которая говорил если рейзи мегу забирает кстати он в последний момент вовлетает на самом деле и влетает под хороший люли но все равно забрал это значит шарчейн будет бегать 100 на там 75 условно и с шприцом наготове но это как бы не то не то этого мало для хорошей атаки но все равно влетает влетает попадает дофига просто размазал вот прям вот венгюр стайл кстати чему нет турнире просто настолько быстро вот я вообще анарки не люблю за это против них играть они меня так же только еще более жестко и более стабильно прям нереально остановить очень смелое решение от чейна прям максимально смело на 5 хп остался фактически в предел погрешности выжил но для чейна сейчас получше ситуация потому что мега под его контроль должна быть у нее друзья приходит но уходит тут же понимаю что он там сам не особо но час хэби еще братья и врываться уже пора будет пошел немножко непонятным путем отдал позицию ну что пойдет пойдет на хэби на по пришел вспомнил да прочекал засаду где 100 минут играть один фраг сейчас и надо и девайсе не отдать и фраг как-то это сделать услышал спаун меги пора влетать 100-100 соперник понимает это чень что это максимум сейчас возможности рейзи но пока не спешит ну надо как-то под шприц здорово рейзи больше сейчас смело ай красавчик ай красавчик сколько здесь нас хп ну не знаю конечно это был прям дикий рандом кто кого убьет там очень мог делать фраг в итоге рейзи и плюс 2 получат обучать можно его отсюда не выпустить хорош по идее спаун нет спал на хэви ладно нормально нормально рейзи все равно там подыхал вот вам ребята и сервачок вроде бы не в пользу чей но в порядке с рейзи дерется на равных сейчас главное не потерять контроль девайсов это гораздо важнее да нам к этому эйфории штурмал счет но самое главное впереди нормально там рейзи налетел куда ж ты кстати попал много блин не понимал чин как там ой 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 какой размен какая красота кому со спауном повезет рейзи повезло он надевайся сейчас ему пойдет просто шубу убьет а у него не шубу у него это мега куколка здесь есть шприц кстати интересно что он не стал отъедать аптеки хорошущих попал хорошущих попал один фраг на рейзи никакой 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 нет скорее сын очень неважно проехали 5 секунд просто убегает просто убегает даст рук быстро но это чейн это чейн он выходит в супер финал минимум топ-2 турнира вот это чейн сегодня жжет